Так, ну что, мои дорогие, я приветствую вас на новом очередном вебинаре, совместном с Александром, да, с телеграм-каналом, его бассейны и сауны, правильно я сказал? Нет, они бассейны и сауны, Анечка, бассейновый рынок, 25-й семинар мы делаем. И мелкие моталки, зато выучила в Украине, ты понимаешь? Ну это не стены, это ж это, все, все важно, все важно. На следующий выучу, я тебе обещаю, напишу свою записочку. Вот, на самом деле, ребят, мы повещаем из Австрии, да, у нас шикарная погода, 21 градус, с чем мы очень рады. Компания Пераква, Прахер, буквально пару слов скажу о нашей группе, это группа компаний. В этом году нам 50 лет, изначально планировалось грандиозное фати, хотели отметить потрясающе, но вот пока корона нас немножко обломала, ну ничего. Я думаю, в следующем году мы обязательно как бы нагоним и всех обязательно вас пригласим. Компания существует 50 лет, изначально господин Прахер, это дедушка нашей компании, он начинал в подвале своего здания с шарового крана, это был наш первый продукт. За 50 лет мы разрослись, у нас три главных отделения. Первое – это индустрия, очень-очень важная биопромышленность, привет, привет, Николай, химическая промышленность, это даже и нефтегаз, то есть вся арматура, да. Второе наше отделение, да, это мы, Пиракова, это бассейны, спа, все, что касается велнос-продуктов. И третье отделение – это УЭМ, УЭМ – это проектное отделение, то есть вы приходите со своей идеей, вы хотите сделать что-то как бы замечательное из пластика, и мы для вас делаем все, что вы хотите, да. Делаем также пресс-формы, на нашем складе пресс-формы у нас около 8 тысяч разных пресс-форм, у нас огромный склад на 10 тысяч палет, который делается, управляется только компьютеризированно, то есть там вообще нет людей, да, и исключаются все ошибки. И всю зиму мы работаем на этот склад, то есть вся зима пополняется 10 тысяч палет, поэтому мы очень быстро реагируем на ваши запросы, в сезон для нас это очень важно. Что еще, буквально пару слов, у нас две фабрики, одна фабрика находится в Австрии, здесь вот от нас 30 километров приблизительно, на которой работают 300 человек, и мы работаем здесь на Европу и практически на весь мир, да. И есть отдельная фабрика в Канаде, она работает вот на Канаду, на Америку, на тот как бы, на тот часть континента, да. Вот, мы уже сейчас на данный момент находимся на 120 рынках мира, то есть мы экспортируем в 120 стран мира, вот, и естественно в наши страны бывшего Советского Союза уже более 20 лет работаем как бы с нашими странами, чему очень рады. Сегодня наша тема, это тема велнеса, тема автоматизации, тема сотрудничества с компанией Люксон, и вот со мной сидит мой любимый технический директор, и вам уже полюбившийся Роланд, да. Да, Роланд все очень любят, а он обожает наши страны. Был один раз в России, вот надо теперь его вывозить в другие страны, будет со мной рад поехать. Роланд технический директор, Роланд работает уже 26 лет в компании, у него своя команда из пяти техников, в которой каждый занимается, да, своим каким-то определенным продуктом. Далее к нам подключится Лукас, который как раз занимается именно тоже Люксоном, и начнем мы с Роланда, я буду переводить как раз к теме Люксона. То, конскует. Анечка, можно пару слов еще сказать? Конечно. Да, откуда вообще этот семинар, потому что тема по диспетчеризации бассейна, она является, наверное, сейчас главенствующей. Да, и очень важно, все заказчики, именно заказчики требуют от нас диспетчеризацию, у них уже все в приложении, все на компьютере, вот, и все уже в телефонах, а бассейны, ну где им развиваться, в фильтрации все понятно, с насосами, да, там частотные преобразователи, ну, из новинок, ну, как бы все больше особо техник, это не развивается некуда, вот, а вот компьютерные технологии, которые очень сильно вошли в нашу жизнь, то есть с нами уже автомобили, которые полностью автоматизированы, очень, ну, то есть вначале это была автоматическая коробка передач, да, потом это кондиционер, потом климат-контроль, потом полностью все стало диодное, потом полностью вся информация стала в компьютере, и техника автомобильная сама подстраивается под дороги, под климат, под температуру воздуха, под все полностью. Даже если колесо у тебя спустило, компьютер тебе уже об этом скажет, что машина там дальше не может ехать, или это приведет к поломке, или еще какие-то вещи, вот. Я так понимаю, что вот такая аналогия, можно привести ее по сравнению с бассейном тоже, то есть бассейны вот древние, которые, да, которые там 40 лет назад, 50 лет назад, это как старые автомобили, у которых там тоже был двигатель, тоже там мотор, фильтр, все остальное, но они были не очень, ну, как бы не очень удобные, требовали много времени, а современные бассейны, они все меньше и меньше требуют внимания для своего обслуживания, и вот ваша история с люксоном, с лаксоном, очень интересна. Да, давайте тогда передаем потихонечку слово Роланду, я перевожу, будут вопросы, ребят, пишите прям по ходу в чат. Мы заканчиваем какую-то определенную мини-тему, Роланда отвечает на вопросы и дальше двигаемся, да? Так, мы начнем. Super. Дальше, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд. Мне очень нравится, что так много людей снова в этом iConnect-семинаре поделиться. Еще раз от меня доброе утро, я приветствую вас всех, я очень рад, что столько народу принимает в нашем вебинаре, опять в очередном вебинаре, да, как бы принимает участие, и постараюсь сделать программу интересной, насыщенной. Genau, dass wir jetzt in diesen gut zwei oder zwei Stunden circa die Möglichkeit haben, unsere neue Schwimmbad-Комплект-Стойерung iConnect vorstellen zu dürfen. За эти два часа нашей работы, да, мы с вами сегодня узнаем о нашей полностью системе, да, для бассейна, которое называется iConnect, которое включает в себя систему Luxon. И я думаю, что ты уже говорил, я думаю, что ты уже говорил. И я думаю, что в месяц 25 лет, Роланд, у нас в компании в месяц, как раз. Я сказал, 26 лет. Видите, годик ему предложил. Роланд нам расскажет сейчас обзор, да, обзор продукты, расскажет о самом продукте, о сотрудничестве с компанией Luxon. И дальше мы уже в детальный тренинг перейдем с Лукасом, который, собственно, является продуктменеджером и техником по этой продукции. Я передаю вам права организациям, правильно? Да, да, да. Мы сцели Демонстрацию экрана. Что, это случилось? Он у нас уже дали право. Есть, передал. Спасибо. Спасибо. Это я то, что о чем рассказывала, да, как бы короткая история. Вот так выглядит сейчас на данный момент наша фабрика, да, вот, которая в Австрии находится 30 километров от нас, чтобы вы могли представлять. И буквально 50 лет назад это была маленькая-маленькая зданица, вот как раз вот самое первое в левом углу, и в подвале его начали делать шаровый кран, да. Вот тут вот это вот тоже очень интересно. Он даже был не трехэтажный, а вот буквально одноэтажный такой сарайчик. И вот видите, как мы разросли сейчас. На данный момент вот так вот это все выглядит. Это наш, ребята, выключайте, пожалуйста, звук. Пожалуйста, каждый проследите, чтобы микрофон был у каждого выключен. Спасибо. Это наш офис, где вот сейчас вот мы с вами находимся. Это Санкт-Валентин. Также наш офис и склады в Германии и в Чехии, да, тоже как бы вот картинки, чтобы наглядно посмотреть. Ребята, у кого-то звук очень бурлит, мешает говорить прям нереально. Саша, смотри, пожалуйста, у кого еще не выключен. У тебя звук у самого выключен сейчас, тебя не слышно. Так, сейчас я всем отключу звуки. Ага, все, все у всех отключено. Отлично. Пожалуйста, следите, чтобы микрофоны не включались, иначе очень тяжело говорить. Так, куда мы идем дальше? Киевра? Киевра? Он даже мог, да. Так, дальше поехали. Мы сейчас с вами идем дальше. Здесь мы остались. Викумы, троих? Так. Лагерь, склад, о котором я рассказывала на 10 тысяч палет, да. Очень важный момент для нас – это контроль качества. Почему мы играем всегда в лиге топов, да? Если мы сравниваем с машиной, то Piracua, Pracher – это BMW, это Audi, это топовые продукты, да? Почему это так? Это не Испания, не Volkswagen. Потому что у нас, во-первых, это самое главное – это сырье. Мы используем только первичное сырье и очень сильный контроль качества. На каждом этапе идет контроль качества. И те ребята, которые приезжали ко мне сюда в гости, да, смотрели производство, они были даже немножко шокированы, я бы вам сказала, потому что система такая, что вот небольшая помарочка, которую даже не видно, в том же фитинге, арматуре, ее сразу выбрасывают на переработку. Переработку мы продаем этот товар уже испанцам, итальянцам и всем остальным, кто дальше производит из пластика продукцию, да, то есть очень-очень строгий контроль качества. Вкратце буквально еще наша продукция, да, наша линейка, это аксессуары, закладные элементы, трубы, фитинги, флекс-фитинги, вся арматура, как ручная автоматическая электропневматика, фильтры, пульты управления, тепловые насосы, насосы и вот, конечно, автоматика, к которой мы сейчас будем переходить. И сегодня мы с вами представляем наш Вебинар из нашего потрясающего нового Showroom IQ Stage. Как раз мы будем переходить вот с вами работать вот с этими двумя плоскостями, скажем так, нашего Шоурума. Да, и это наш Шоурум для Вебинаров, Шоурум, собственно говоря, для того, чтобы показать онлайн людям, как идет процесс работы. Конечно, Вирус нас точно так же застал, как и всех остальных. Да, у нас вообще очень сложные такие сильные Локдауны, тут уже с ноября. Даже своих клиентов в Австрии, например, или в Германии мы не можем навестить и показать им продукт. И поэтому мы создали вот такую идею, что онлайн мы готовы показать процесс работы, продукт и вообще его технические, как бы все стороны. И мы с вами пройдемся по всему полностью, как в нашем Шоуруме. Вы увидите основные продукты, которые здесь стоят. Естественно, они не все здесь представлены. И вот такие две основные сцены. Первая это с фильтром Брегенс, как раз вот Люксон. Это автоматика полностью, да, у нас это топ-топ-топ-делюкс. И вторая серия, это уже попроще, как бы тоже с Аквастаром и с другим фильтром, немножко подешевле. Все, мы с вами пройдем и проработаем сегодня. Вы спросите, что такое i-Connect, да? Почему i-Connect и что это такое? И i-Connect для нас, да, это будущее полностью мирового бассейнового рынка, да, автоматизации бассейнового рынка. Во около четыре года мы начали сотрудничество с компанией Люксон. Это австрийская компания, мировой производитель, специализирующийся на установках для умного дома. Компания специализируется на умных домах, специализировалась на автоматике легких, простых и дешевых решений. У них на самом деле потрясающие решения, и ребята вышли на тот уровень. Ребят, микрофоны, пожалуйста, отключаем. Спасибо. Вышли на тот уровень, где с помощью, то есть как лего, да, у вас есть сервер, и с помощью этого лего любую функцию, которую можно в доме автоматизировать, ее можно автоматизировать. Причем это два техника, два парня молодых, кто сделали эту компанию, да, это был стартап, 10 лет назад они начали, и начали они работать под свой дом, под свои желания, под свои, как бы, потребности. И вы понимаете, когда человек стоит вот как бы вот тут вот у истоков со своими потребностями, он естественно вкладывает максимум все, что можно вложить в компанию. Сейчас компания это один из лидеров на мировом рынке. А что касается бассейнов, то в бассейне эта компания не работала. Вот как раз с бассейновой темой, да, с wellness темой были дома, и вместе мы с ними встретились и пообщались, и решили сделать общий проект, да, именно по wellness зоне. И наша тема это вентиль обратной промывки, на которой мы уже автоматически специализируемся более 50 лет, и их тема мини-сервера и умные дома. И четыре года назад мы соединили две эти идеи, сделали общий продукт, и уже за четыре года в Европе он набирает огромное количество оборотов продаж и пользуется большой популярностью. Сейчас мы расскажем, в чем, как бы, его фишка. Перед тем, как мы с вами пройдемся и начнем заниматься люксоном и автоматикой, мы сейчас покажем ваш наш шоурум, да, пройдемся по его частям, вот как бы с камерой сверху, да. Да, да, да. Там мы видим, что мы видим, что здесь есть шоурум, да. Вот такая шоурум, да. Здесь не так же лечит и лечит. Насос, тут как раз подключен, и замешает шоурум, да, не так же, не так же лечит. Аквастар МВШ, да, здесь у нас стоит, установлен, да, с той же ручкой для снятия, да, если мы видим, очень легко и просто снять его и адаптировать, да, здесь у нас стоят... Здесь у нас наши естественные фитинги, шаровые экраны, наш скиммер, донный слив, это электрошаровые экраны, вы видите, вот он как раз здесь, и пульты управления. Здесь мы с вами наверху видим три варианта, которые прикреплены на стене. Первый у нас это уровень контроля воды, солярный контроль, то бишь солярных вот этих вот солнечных панелей и общий как бы наш контроллер для всего вот этого блока, для всего технического помещения. И в этом направлении тоже в этом направлении, где внутри тебя есть одна, эта эко-вärмепомпия. И в этом направлении, с которым практически все работают. Это более дешевый вариант, скажем так, у нас. Это сеги-класс, это поцелевая, грубо говоря, наш. И в этом направлении мы называем икомфорт. Это наш номер для икомфорт. То есть, грубо говоря, все, что здесь происходит, мы называем икомфорт. То есть, грубо говоря, наша задача, чтобы от одного производителя у вас были все элементы, которые совпадали. У нас это называется толерантность, которая совпадала вся по размерам, по каким-то программам, чтобы не было никаких программ. Грубо говоря, вы покупаете икомфорт, и у вас здесь все, что нужно для строительства среднего по цене бассейна. Икомфорт. Например, вот здесь мы видим около скиммера вот такой вот очень интересный, да, прибор, который из МИА, Эль-Хлор и ПХА, очень легкий в обращении, да, очень простой. И это на самом деле была бы очень интересная тема для наших стран, да, для стран лучшего Советского Союза. Икомфорт, это, грубо говоря, средний класс, да, тут уже нет ни приложений на телефоне, ничего, но, как бы, видео он выставляет и работает для строительства среднего по цене. Сейчас мы видим, что мы видим, что на фоне, мы видим, что на фоне, на фоне, на фоне, на фоне, на фоне, на фоне. Мы видим, что у нас есть базискеммер для всех бассейнов, и для него идет расширение и удлинение, да, как бортовое, так и горло, собственно. Также вы видите возможность разных цветов, серый, бежевый, белый, черный. То есть у нас в Австрии мода ставить скеммера под пленку, чтобы их не было видно, да, чтобы вот эти вот заглавные части не открывались. Соответственно, бленды у нас также идут в белом цвете и в стальном, да, если вы, например, хотите доработать, как бы, скеммер свой более, как бы, красиво сделать, то можно здесь взять скеммер из пластика и доработать его блендой. Также, естественно, все портунки наши, да, стеновые проходы и новая модная тема здесь в Австрии это скеммер с узким горлом, позволяющий делать имитацию вам переливного бассейна. Он есть как и в пластике, так и с стальным горлом и в стале, да, то есть тоже разные варианты. Такие Бленты, да, для скеммеров壓 Chicken у нас вот они проходят. Здесь только для донных сливов, да, тоже стальные варианты. И, конечно же, наши аксессуары, которые делаются до сих пор в Австрии у нас на заводе. Made in Austria, мы единственная осталась компания, которая производит аксессуары в Австрии. И на них идет гарантия три года. То есть, если у вас что-то вдруг поменялось, вы мне просто высылаете фото, и мы вам меняем это все. И здесь мы с вами видим как раз наши шаровые экраны. Мы видим в разрезе с вами наши, вон видно, по-моему, запорные арматуры. И как мы рассказывали с вами на наших семинарах, как от индустрии, так и в любом исполнении. Шаровые экраны, арматуры, так и, собственно, для бассейнов, и дефлон, и все остальное. Аквастары, как и трехдюймовые, полтора, два, три дюйма, как и верхние. И уже мы с вами потихонечку переходим с гейма, и мы уже с вами переходим к Луксон. И вот как раз мы с вами с вами возвращаемся вот в эту тему, Айконнек и Луксона, да, вот таким образом у нас выглядит вот эта вот станция, вот эта вот сцена, которая уже называется Айконнек, да, которая полностью автоматизирована с нашим фильтром Брегенса, очень известным, да, о котором мы говорили уже не раз, да, с более дорогими шарами, и вот сейчас мы поговорим с вами о Луксоне и поговорим с вами о самой системе. То есть буквально пару слов еще о системе, значит, если мы берем здесь обязательно нам насос, который меняет скорость, да, то есть мы можем управлять скоростью насоса. Wenn mehrere Personen im Schwimmbad sind, ist natürlich die Beaufschlagung höher und die Umwälzung kann automatisch erhöht werden. Oder im Winter, wenn man das schützen möchte vor dem Einfrieren, kann man die Schwimmbad-Pumpe auf ganz kleiner Drehzahl laufen lassen. Das alles ist mit Айконнек zum Beispiel möglich. То есть вы например управляете насосом, да, с помощью Айконнек, да, я бы сказал, фанг мы überhaupt с Луксон, и потом мы переходим к системе. Фанг мы überhaupt с Вентилом и от того, что он может, потому что они не знают. Потому что фанг мы überhaupt с Мини-Сервером, от того, что он в том, что он имеет, и тогда мы переехали до того, что он может, потому что он может. Айконнек, да, с Вентилом и от того, что он может, потому что он может быть с Вентилом и от того, Hello, я был Лукас. Вы знаете меня уже в следующем видео, и сегодня я вам покажу вам это Айконнект. Еще раз приветствую вас, меня зовут Лукас, многие из вас меня знают с прошлогодних, с прошлых семинаров, и сегодня мы с вами пройдемся и поучимся по iConnect, узнаем, что это такое. Jetzt ist die Frage, was ist iConnect? Что же такое iConnect? IConnect – это система, которую мы продаем как систему, где самые наши топовые лучшие компоненты, которые мы производим, как сами, так и в совместных предприятиях, соединены в одну систему и управляются как раз вот этой вот люксоновской системой. Здесь вы видите, мы представляем как раз люксон мини-сервер, то есть из чего состоит люксон. Люксон – это наш вентиль обратной промывки и зеленый мини-сервер и бесплатное приложение. Вот тут мы видим как раз на фотографии мини-сервер, который состоит вот из многих вот этих вот, не адаптеров, а как они называются? Extensions. Приложение, да, то есть как бы extensions, я не знаю, правильно перевожу или нет. Саша, если что, помоги, пожалуйста. Правильно? Молчишь? Вообще отключился. Саша, ку-ку. Ну ладно. Значит, я надеюсь, вы меня поняли. Дальше пошли. Угу, ага. Как-то странно со звуком, потому что раньше... Спасибо, Анечка, как раз тебе пишу, да. Буду помогать, да. Как они называются, вот эти вот? Ну, это реле какие-то. Реле, 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 я как бы тоже. Реле, реле, это что-то другого. Это действительно мини-сервер, это экстеншнс, и там есть разные бус-системы, коммуникационные системы. Давайте их назовем экстеншнс, это как приложение, сейчас я еще посмотрю, как это переводится, но вот в английском мы тоже, в немецком используем слово экстеншн, да, они используют. То есть это программы, которыми подключаются мод-бус-программы каждого из продукта, то есть, например, теплового насоса, что у нас еще идет, Аквастара, и всех насоса, да, всех вот, которые могут подключиться через мод-бус, мы подключаем к этим экстеншнам, и экстеншны находятся у нас в мини-сервере. А это вы как раз видите представлен, Luxon Aquastar Air, воздух он называется, это самый последний продукт Аквастаров, Вентилей обратной промывки автоматических. Он связан с помощью Wi-Fi с мини-сервером и имеет три свободно программируемых реле. У нас есть возможность подключения двух дополнительных сенсоров давления. У нас есть возможность подключения отдельных сенсоров давления. Также наш насос, о котором мы тоже говорили в предыдущих лекциях, это вот, как он называется по-русски, ты говоришь? Это насос с частотным преобразователем. Насос частотных преобразований, да, вот он как раз работает. Это частотный преобразователь. Насос с насосом, а частотный преобразователь просто они в одном корпусе сделаны. Внутри, да, он два в одном как бы получается, да, это вот наш партнер, с которым мы работаем. Тут он работает от 0 до 10 Вольт, соответственно, разница. Также вода охлаждается, через он проходит, охлаждает воду и, соответственно, он очень тихий, то есть его практически не слышно. Танечка, что значит охлаждает воду? Васса есть, васса обкюльн. Он охлаждается с помощью воды, а не с помощью воздуха. Так это у вас получается насос с водяной рубашкой, так называемый, правильно? Да, то есть с водяным охлаждением. Васса обкюльн. Да, с водяной рубашкой. Я понял. Через воду он охлаждается. Хорошо, а скажи, пожалуйста, какая у него степень герметичности? Сейчас он посмотрит как раз на насосе, да, как он выглядит, какая защита идет. И Ань, скажи, пожалуйста, потому что это впервые вижу, что у вас есть такой насос в ассортименте. Мы про него говорили с Хансом, когда мы говорили, 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 просто он про водяную вот эту вот рубашку не упомянул. Ну, мы просто увидели, что это с частотным преобразователем и все. А мы же не знали, что тут такой у вас высокотехнологичный насос. Да, мы в насосы просто с тобой не вдарялись. Мы все с тобой по фильтрам, по фильтрам. То есть на данный момент, Ролан подтверждает, что это лучший насос, который есть вообще на рынке бассейного мира. Ана, мы видим, что эта пумпа есть единственная пумпа, которую можно подвесить в воздухе, который можно подвесить в воздухе. То есть, вы ставите, что 10 кубик метров идет через, и это будет всегда держаться. Если фильтр разрушается, то будет быстрее. Эти 10 кубик метров можно держаться. Вот Роланд нам говорит, что сейчас на данный момент на рынке нет ни одного насоса, по аналогу этому. Потому что вот тут, например, вы можете установить 10 кубических метров, у вас идет проход воды. И что бы ни случилось, он все равно будет пропускать 10 кубических метров. Подожди, а он что, с датчиком потока, что ли? Как это? Да, он с датчиком потока. Так, подожди. Так, подожди. Он у него есть датчик потока на включение-выключение, или он прям измеряет поток через себя? Он измеряет через себя поток воды. Если я беру, например, нормальный насос любой, да, и какой-то фильтр у нас загрязненный, то, соответственно, идет как бы меньше и меньше проход. А тут устанавливается, да, полностью. Вот вам надо 10 кубических метров, и идет как бы работа, да, активная. А здесь, например, если у вас грязная вода идет из насоса, и он как бы замедляется, он себя сам контролирует и увеличивает количество, как бы, не количество, а качество работы, да, соответственно, вот эту вот как бы рабочую систему. Да, ну это очень интересно, конечно. Это действительно новый насос, такого нет аналога, я не видел, не встречал никогда. Можем отдельно по насосам потом сделать с вами. Да, можно отдельно по насосам. Анечка, пожалуйста, пришлешь мне более подробную информацию именно про этот насос. Мы обязательно его тогда начнем предлагать нашим клиентам. Обязательно. Окей, замоверите. Мы с вами медпумпы экстрасшулюгмах. Все, dann gehen wir weiter, да? Мы у нас есть unsere Full Inverter-вärмепумпы. Это есть вот такая вариабельность для компрессора, и dadurch она очень эффективна. Здесь как раз тоже представлен в системе наш Smart Inverter, это наш тепловой насос, да, очень, очень легкий, очень не слышный, вот сейчас он работает, его вообще практически не слышно, да, И с очень высоким КОП, да, вот этим вот, как бы, КОП, по-моему, тоже он по-русски, да, называется? Да, это КПД. КПД, КПД, да. Вот, и также через МОДБУС он работает. Электролиз, который мы с вами тоже изучали, как бы, да, это вот этот вот топовый вариант. У нас в прошлый раз было тоже по нему тренинг, wir haben schon über ihn gesagt, letztes Jahr, ganz viel lange geredet. Сог я nur sagen, dass МОДБУС-фähiges PH-рэдокс, мы с вами das wissen. Nein, eigentlich nicht, wir gehen auf Luxon, Michael Zung. Als nächstes, da haben wir unseren Vertreitungsplan, das ist mein Luxon-Mini-Server mit den verschiedenen Anschlüsse. Тут вы как раз видите, да, схему, как все это происходит, как работает, как как раз Mini-Server подключен. Hier haben wir den Luxon-Link, mit diesem Luxon-Link werden alle Extensions angeschlossen. Все подключаются вот эти Extensions, приложения, о которых мы только что говорили, да, вот как раз видно, как они подключаются. Здесь мы видим как раз схему нашего Luxon-Aquastar-Air, то есть Аквastar-Вентили обратной промывки. Здесь мы подключили насос, да, тепловой насос, насос, шаровый кран, который выводит воду в канал. Dann haben wir drei frei programmированные Relais, wo wir unsere Wassernachspeисung machen. Также у нас тут три Relais, да, прибы, которые программируются у нас как бы по желанию, да. Сенсор-Температура здесь, сенсор уровня контроля воды и сенсор-давление подключен, вот в данной схеме, например. Дальше у нас тут у нас получается электролиз подключен, да, схема электролиза, который все тоже работает через Modbus. И тепловой, вот отдельная как бы схема на тепловой насос, который тоже работает через Modbus. Очень важно, что в каждом компоненте, который подключается к системе, да, есть схема, то есть вы уже будете знать и будет понятно, что к чему подключать. У нас тут же есть два программа. У нас тут же есть две различные программы. Да, соответственно, под ваш проект. А что очень важно заметить, я уже говорила, когда мы с тобой упоминали, Саша, вот эту вот нашу систему Люксон, что Люксон работает со своими электриками, да, то есть у него есть по всему миру электрики, с которыми он работает и обучает их, да, сама компания Люксон. Вот, а по всему миру есть представители. Насколько я знаю, в России, в Украине есть тоже представители. Но большое преимущество, если вам понравилась эта схема, если вы работаете с конечными потребителями, если вы строите дома, например, то можно отправить своих техников, своих электриков на обучение в компанию Люксон и вырастить, грубо говоря, своего специалиста. Да, у них каждый год происходит, вот обычно я отправляла у меня из Индии, из Франции люди приезжали на обучение. То есть у них приезжают в офис, шикарный офис, ты попадаешь вообще на Луну, потому что такого офиса я никогда в жизни еще не встречала. Все дигитализировано, все нажимаешь туда, все поднимается, открывается, это просто вау, да, вот состояние Луны, честно вам скажу. И вот я ездила со своими партнерами тоже в прошлом году до короны, они проходили обучение, выращивали своих людей. Вот, это все можно сделать и вам, если вы захотите как бы этим заниматься. Вот сейчас идут обучения у них онлайн, да, то есть, соответственно, можно как бы отправить электрика и уже онлайн он получит образование. И у вас уже будет вот этот вот специалист, который будет работать с этой программой, да. Его потом можно продавать другим клиентам, да, кто захочет устанавливать Люксон. То есть электрик будет на вес золота. Вот. Danke. Здесь вы видите схему подключения наших прожекторов, да, освещение, они подключены с системы DMX, да, то есть не через BUS, а через DMX. И с помощью Люксона вы можете устанавливать любой, конечно, цвет, какой вы хотите, и любой оттенок этого цвета, да, любой оттенок серого. Все доступно. Сейчас мы расскажем о преимуществах вообще полностью этой системы. За счет работы полностью всех организмов, грубо говоря, продуктов, как одного организма, у нас очень большая, не затрата, а наоборот, мы экономим очень сильную электроэнергию. Ну, это система очень чистая, в том плане, что постоянно идет контроль воды, да, за счет насоса, за счет всего, за счет очищения, да, и постоянно идет информация вам на телефон, вам на компьютер, какое состояние вашей воды. То есть, если что-то там, какая-то загрязнение еще, вам сразу высвечивается этот, как бы, аларм, и сразу можно запустить обратную систему, как бы, то есть вот этот фидбэк, он очень идет активный. Система очень безопасная, да, идет защита сухого хода очень сильная, да, также идет, как бы, защита, в принципе, всего, что, вот, как бы, может случиться, и у вас сразу идет активация на ваш телефон, что что-то, если вдруг не так, вы можете все с телефона сделать, выключить, отключить, чтобы каких-то проблем не было. Мы покажем вам отдельно, как я говорила, что Luxon, это у нас вентиль обратной промывки, мини-сервер и приложение на телефоне, да, где вы можете все им поправить. Мы покажем вам, как это работает, вот, как бы, вживую, да, на этой станции с помощью приложения. Пауэрпойнт мы закрываем сейчас и переходим. Скажи, пожалуйста, пока, да, там идет этот момент перехода, по накрытиям, по безопасности, потому что ЕС управляет ли Luxon системой жалюзийного покрытия, и это раз, и второе, я видел на сайте Luxon, когда готовился, о том, что есть какие-то датчики закрыты или открыты павильоны. Дальше. так любим, да, мы не имеем права открывать и закрывать с помощью приложения, вот как раз из-за моментов безопасности, да, вот, но это возможно сделать, то есть кнопкой можно включить, выключить, открыть, закрыть, и вы видите, как на своем телефоне, как он закрылся, то есть если вы видите, что он закрылся наполовину, может быть, что-то как бы, вот как раз там кто-то торчит, да, в середине, вот, поэтому вы как бы видите, но по идее в Европе это запрещено. Первый момент, я второго, вопрос, вторая, потому что в этой Ковер, как они, что-то, что Техи это делали, это Павильон, Шибехал, да, вы видите, на павилоне, вы можете это открости, с iOS, да, да, можно использовать, нормально, это есть шибехал, с ней, если она электролизирована, или так, Саша, можно. Обычно у нас здесь работают, то есть вот эти вот как бы павильоны, их двигают вручную, но если они у вас автоматические, так же как жалюзи, то, конечно, их можно тоже управлять, открывать и закрывать с помощью приложения. Ну, здесь смотри, я смотрел на их сайте, на Лаксоне, о том, что есть датчик открытия и закрытия павильона, то есть если павильон дети сами в саду открыли и полезли в него купаться, то вам придет сообщение на телефон о том, что павильон открыт. Да, и сейчас тебя придется мне немножко поправить, как ты меня с Украиной поправлял, да, не локсон, а люксон, люксон, да, то есть как бы в сторону ю больше идет. Я понял, а почему вторая буква о-то, да, л-о, так читаешь? Потому что это делается, это у них было от своих имен, они взяли аббревиатуры. Я понял. Но читается по-немецки, читается как ю, больше в ю. Хорошо, ну я тоже так слышал, у люксон, люксон, думаю, может быть я ошибаюсь, неправильно читаю. Теперь спасибо, что поправил. Супер. Так, ну что, переходим, да, в сторону как бы активного действия. Да, да. Роланд нам будет показывать, да, вот мы еще раз пройдемся с вами по продукции. Это тепловой насос, который установлен здесь. Это электролиз, да, о котором мы вот говорили. С тач-дисплеем, да, вот как раз мы проходили с вами тоже на прошлом вебинаре. Здесь мы видим сенсор давления и вассовентиль, да? Да, вот здесь вассовентиль. А, это вентиль, который у нас свежую воду добавляет. Здесь у нас вентиль, вентильфильтр, да, с нашим огромным, вот вы видите, да, если вот Роланд стоит, какое большое у нас смотровое окно. Я буду сейчас на это, которое мы видим с ней, где мы видим с лампой. Здесь мы переходим к прожектору, вы видите, как раз включен прожектор и люксон. Здесь мы также видим, как раз включен прожектор и люксон. Здесь мы как раз на камеру направили на Аквастар. На данный момент поднимается верхняя голова и начинается, видите, вот мы видим процесс обратной промывки. Здесь мы видим, что насос на данный момент отключен, потому что в работу вошел у нас Аквастар. А насос должен обязательно быть отключен, когда у нас переходит в позиции, Аквастар меняет позиции. Сейчас мы видим, как он меняет Аквастар позицию, да, и поменяв позицию, мы увидим информацию в насосе, что сейчас происходит, да. То есть он опять включится. Сейчас мы видим, да, как меняются у нас цифры, соответственно, Аквастар принял позицию. Тут мы показываем, сколько Ватт, да, и давление воды он показывает. Слушай, ну он реально с датчиком протока. Да, да. Сюда мы переходим к камере и показываем электролиз. Здесь показываются все, как бы, все скрины, да, что происходит с водой, да, PH, что у нас, как бы, с солью происходит. Все мы отслеживаем здесь. И еще раз тепловой насос, он тоже показывает все, как бы, отстройки, какая температура, что происходит отдельно. То есть мы хотим показать вам каждый, как работает каждый компонент, как работает каждый элемент в этой системе, да. И потом мы перейдем на телефон, потому что это все будет там собрано. Сейчас просто он хочет вам показать, как и где показываются, какие, да, датчики, какие показания где есть. И сейчас вот как раз мы переходим с вами к телефону. Да, а именно вот оно, это приложение, где вот эти все собраны показатели от каждого продукта, от теплового насоса, от Аквастара, от электролиза, да, от фильтра, от насоса. Мы здесь все собрали в этом приложении. И здесь с помощью телефона можно ими управлять. И мы как раз с вами по ним пройдемся сейчас. Здесь мы видим с вами первый продукт, который мы листаем в приложении. У нас здесь высветился, это тепловой насос. Да, то есть с помощью нашего приложения, с помощью телефона вы его можете включить, выключить, увидеть, какую температуру он нам сейчас показывает, увидеть, установить температуру, какая вам нужна. Здесь мы с вами показываем, когда мы хотим, чтобы работал тепловой насос, чтобы работал тепловой насос. Например, я хочу, чтобы он разогревал мне бассейн каждый день, там, понедельник, вторник, среда, четверг, с 4 утра до 10. Потом я не хочу его включенным видеть, да, я устанавливаю любой момент, который мне нужен. Могу 24 часа установить, тоже не вопрос. Здесь я устанавливаю температуру, которую я хочу, на тепловой насос, например, 33, 34 градуса. Да, какая моя, какая моя желаемая температура? Здесь мы устанавливаем, что мы хотим. Мы хотим, чтобы наш тепловой насос разогревал бассейн, или мы хотим, чтобы он охлаждал, потому что наши тепловые насосы еще охлаждают бассейн, да, или мы хотим, чтобы это было два в одном. То есть, грубо говоря, я устанавливаю температуру, и он сам меряет, надо ему охлаждать, или ему надо прогревать, да, воду. Здесь мы с вами видим, какая температура в бассейне на данный момент, например, 36. Здесь мы видим статус нашего теплового насоса, например, она включена на данный момент, и она греет. Если появляются какие-то ошибки, да, или какие-то проблемы с тепловым насосом, он вам сразу в этом приложении показывает, что за ошибка. Во-первых, выходит, конечно же, Аларм, и во-вторых, показывает, что за ошибка, что произошло. И здесь мы видим, как работает у нас наш компрессор. На данный момент он выключен, но так он нам показывает от нуля до ста процентов, в каком как бы состоянии он находится. И здесь мы видим, вот последний момент, какая температура у нас на выходе, да, вот как бы на выходе в бассейн, 31 градус у нас, например. Здесь следующее, что мы уходим от теплового насоса, переходим как раз к Аквастару ИР, да. Это наш пульт управления. Мы с вами здесь видим, что наш вентиль находится в модусе фильтрация. То есть вы видите все позиции, на котором он сейчас находится. Здесь мы видим, благодаря нашему Аквастару ИР, нашему мини-серверу, и вот этому приложению, мы видим, что происходит с нашим бассейном. Первое, жалюзи, мы видим, что здесь они открытые. Далее, температура на данный момент бассейна 30 и 6. То есть температура, которую мы установили и хотим, чтобы у нас была в бассейне, 30, да. Здесь мы видим уровень воды в бассейне, да, в 74 сантиметра. Ее также можно установить, как бы вы хотели, какая бы она у вас была. Далее мы проходим с вами Редокс ИПХ, да. То есть видим, сколько он у нас установлен. И инстеллунг и нас есть. Здесь мы с вами можем установить эту установку, сколько мы хотим, чтобы работал наш насос, да, и когда. Здесь мы можем установить, когда мы хотим, чтобы была обратная промывка, когда, чтобы была чистая промывка, можно установить день и время, да. В любой день, в любой время или несколько дней, несколько времен, да. Здесь мы также можем с вами установить обратную промывку от 20 секунд до 5-6 минут, да, и чистую промывку также устанавливаем, как мы хотим. И тут мы видим с вами на показателях датчиках, что она у нас установлена обратная промывка на минуту 20 и чистая промывка на 20 секунд. Здесь мы также можем поменять температуру, да, как мы хотим. Здесь мы можем с вами, это работа с насосом, здесь мы с вами можем включить и выключить насос. Здесь мы видим, насколько должна работать, насколько должны работать наш насос в процентах, да, то есть от 20 до 100, от 15 до 100%. Здесь мы видим, какое давление самого фильтра, как он меняется, вот видите, сейчас он тоже прыгает у нас от 0 до 0,2 баров. Здесь мы с вами можем увидеть все ошибки нашего пульта управления, что происходит, и как бы вот этот протокол получить, ошибок. Здесь мы можем с вами отдельно еще управлять темой фильтрации, циркуляции и обратной промывки. Нажав на кнопку, мы запускаем программу, собственно, которая нам нужна. Здесь мы видим время, сколько прошло после последней обратной промывки. Здесь позиция у нас зимы, да, то есть у нас как бы мы ставим позицию зимы, то есть не заземление, господи, а как? Как оно называется, Саша, напомни мне, по-русски выпало слово, да, то есть винтерунг, на зиму переходим, в зимний режим. В зимний режим, консервация. В зимний режим, да-да-да, на зимний режим, это мы включаем эту позицию, соответственно, поднимается голова от аквастара, да, и прокладки все как бы выходят тоже как бы от аквастара. То есть, грубо говоря, прокладки у нас на прокладке ничего не давит, с ней ничего не происходит. Следующая у нас в работе, это электролиз. Здесь мы можем включить-выключить электролиз, чтобы он работал только при фильтрации и циркуляции. Это очень важно для того, чтобы как бы был нормальный хороший поток воды, да, проход воды. Тут мы можем установить, хотим мы автоматическую электролиз, да, или мы хотим ручной, да, то есть как бы тут тоже варианты есть. У нас в автоматике он вам показывает то, что у вас происходит с Редоксом, с ПХ автоматически, при ручном варианте вы можете это все сами установить и соответственно сами отслеживать. Здесь мы смотрим, сколько мы хотим, да, какой процент работы должен быть, опять же от 15% до 100%, тоже мы можем установить. Тут мы с вами видим, сколько процентов, да, у нас идет производство соли и как эта вся система работает. На данном моменте, вот на данном примере у нас не включен электролиз, поэтому у нас все на нуле. Здесь мы видим очистительный цикл, да, мы его установили в 4 часа, вы устанавливаете свое время, да, то есть вот эта поляризация, там, плюсы, минусы, да, ячейки. Здесь мы видим сразу, как бы, какой у нас Редокс, какой у нас ОРП, да, что у нас еще ПХ, то есть все это устанавливается, как бы, которые должны быть показатели, которые на данный момент есть. Здесь мы видим, например, тоже статус, да, мы видим, что насос включен, да, то есть как бы тоже важно для, допустим, электролиза. Здесь мы видим, сколько осталось часов и дней, да, ячейки, то есть он подсчитывает тоже часы и очень удобно и наглядно, да, когда у вас, когда нужно ячейку менять. Тут мы с вами видим, мы можем установить, да, производство соли при открытом бассейне и при закрытом с жалюзями, да, то есть как бы вы можете установиться, естественно, с закрытыми жалюзями, да, это как бы намного меньше устанавливается. Ребята, кто присоединился, микрофоны, пожалуйста, отключайте. Вот, не буду продолжать, пока микрофоны не отключим, потому что нереально говорить. Саша, посмотри, пожалуйста, у кого вы включен, а? Уже выключили. Уже выключили, спасибо. Здесь мы с вами видим ПХ, какой ПХ устанавливаем и какой на данный момент у нас есть, да, установлен 7, на данный момент 7,4, да, то есть мы можем его как бы контролировать. Здесь мы с вами видим, сколько в литре у нас соли, да, тоже это все отслеживается и смотрим, и какая температура у нас воды, да? То есть стоит датчик солености воды, правильно, да? Датчик солености стоит, да, 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 обязательно. Здесь мы видим общую ситуацию, да, в бассейне, то есть в каждом нашем девайсе, это фильтр, это насос, это электролиз. Мы можем установить проценты, на сколько они должны работать, да, там на 100%, на 50%. Сейчас у нас, вы видите, в основном на 15% установлено. Также можно установить, если вы, например, вручную делаете фильтрацию, сколько она должна быть по времени, да, или циркуляция, сколько должна по времени, да, быть, тоже можно все вручную установить, да, чтобы вы знали. Соответственно, выскакивают алармы, да, когда вы начинаете этот процесс. Здесь у нас, например, для скиммерного бассейна, да, есть уровень контроля воды, вы тоже можете его включить, выключить и установить, сколько должно быть, какое, как бы, какой, во-первых, задержка времени тоже очень важная, да, какая должна быть, тоже она устанавливается, и какой уровень воды тоже устанавливаем. И, например, и тоже, как вариант у вас показывает, да, автоматически, и также можно показать вручной вариант, да, то есть он вам показывает, вы заливаете воду вручную, и он вам показывает, насколько, как бы, она пошла, да. То есть вы отслеживаетесь, грубо говоря, не только смотрите, например, а отслеживаете еще по таким датчикам. Тут вы показываете уровень воды в бассейне, вы сами его устанавливаете, смотрите, дошел он, не дошел, и также его можно, например, как бы остановить, да, или изменить уже датчики свои. И вы видите, да, изменения, что вентиль у нас открылся, и он показывает, что у нас уровень воды нет. Низкие, да, вот здесь вот, как бы, но у нас даже бассейна нету. То есть у вас сразу, как бы, идет полностью активация, да, всей системы. Также мы можем установить время, да, заливки воды, и если он, соответственно, как бы это время не пресекает, а время переходит, то он автоматически закрывает клапан добавки воды. Ну, это, да, у нас, также мы отслеживаем с вами это давление, да, то есть у нас давление, по давлению идет добавление воды, да. Вот специальный сенсор давления, по которому идет добавление воды, и, соответственно, тут мы тоже все вот эти вот функции, которые мы сейчас с вами проходили, мы их можем с вами установить и отследить онлайн, да, в своем телефоне. Тут мы с вами сейчас покажем, вот установлен у нас 25 см, да, это у нас воды, да, уровень. И сейчас вот как раз Лукас нажмет на кнопку и покажет, что изменится. Если он ставит до минус, как бы в минус уйдет, да, мы видим, что вентиль открывается и автоматически вода добавляется, да. И если он идет в 72, то мы видим, что вентиль опять закрывается, да, то есть автоматически как бы происходит весь этот процесс. Также у нас здесь у вас с вами указано, что 20 см у нас, да, если до 20 см спускается вода, то выключается насос автоматически. Также у нас установлено здесь, например, 115 см, это максимальная вода, уровень воды, да, если оно как бы выходит за рамки, да, то у вас кричит телефон, включается аларм и включается автоматически как бы дюзы, да, не дюзы, а форсунки, да, чтобы воду отобрать и убрать как бы лишнюю. И также вода у нас подключается сразу автоматическая промывка, вода уходит лишняя, да, и как бы чистится, соответственно, фильтр. И все это, все это можно установить, все алармы, все как бы вот эти вот звоночки, будильники, все на ваш телефон, чтобы вот если что, он сразу пищит и как бы дает вам информацию, что происходит. И здесь мы можем установить, да, например, как бы сколько должно проходить, сколько должно быть времени, чтобы Вентиль работал, да, мы тоже поставим минуту, две. А кто-то включил опять микрофон, пожалуйста, проследите за своими микрофонами. Спасибо. Здесь мы с вами смотрим наши жалюзи, мы их можем открыть и закрыть, да, вот, но, как мы уже говорили, по один нормам лучше никогда не закрывать, когда вы не рядом с бассейном, да, чтобы ничего не случилось. Здесь мы видим наши прожекторы, да, вот на данный момент у нас свет установлен красный, мы меняем свет, мы определяем, какая, какая палитра нам нужна, какая гамма нам нужна, какой оттенок нам нужен, все это автоматически делается. Hier kann man jede Farbe einstellen, die man haben möchte. Каждый цвет, каждый, как бы, оттенок устанавливается, да, и светлость, да, то есть насколько яркий должен быть цвет. Die Farbe kann man von 0 bis 100% dimmen. От 0 до 100%, да, соответственно, можно его, как бы, установить. Можно, естественно, также поставить свою программу, здесь же в телефоне сделать, как вы хотите, чтобы менялся цвет, от красного к зеленому, к синему, и вы устанавливаете любой свет, какой вам нужен, в каком промежутке и в каком интервале он должен меняться. Hier haben wir noch einen Wechselинтерпайл, den man einstellen kann, von einer Sekunde bis mehr, да, zum Ausbruch, 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 да. Также система вот эта вот пульпати, да, у нас, которая идет, где мы говорим, что у нас мы устанавливаем большее количество цветов, например, да, и, соответственно, с музыкой также ее можно объединить, да, если у вас есть музыка, и уже, как бы, сделать более такую активную скейт, einfach schnell, да, mit blicken, да. И если, например, у вас пульпати, это не только свет, да, если, например, у вас действительно пульпати, у вас много народу собралось, и мы нажимаем на кнопку пульпати, то тут автоматизируются многие функции, как, например, частота насоса увеличивается, фильтрация, потому что имеется в виду, что больше народу в бассейне, больше, как бы, вот эта вот работа идет о самих наших продуктах, и, соответственно, как бы она более интенсивно проходит. Здесь вкратце буквально схема, да, бассейна, нашего бассейна, каким образом все это работает, да, с помощью люксона, вот, с помощью мини-сервера, и вот, как бы, вот таким образом все, что мы можем делать. То же самое мы видим уже на вашем рисунке, этот рисунок у вас отсвечивается в вашем телефоне, да, как такая диаграмма, схема, и вы видите одним рисунком все, что происходит. Мы видим, что жалюзи у нас открыто, что у нас отражение прожекторов, это пульпати сейчас стоит, да, установленное, что у нас температура 30 градусов, что ПХ у нас 7, да, что у нас, например, какие-то еще дополнительные параметры, вот, насос у нас работает на 15%, и в фильтре у нас 0,2 бара, да, вот это все, как бы, в одной картинке вы видите, что сейчас происходит с вашим бассейном. Вот это все, что Лукас хотел рассказать, что касается самого приложения, что касается системы, в принципе, все очень легко и просто, у вас есть Аквастар Air, у вас есть мини-сервер и телефон с приложением, и с помощью Wi-Fi, с помощью трех вот этих вот компонентов вы работаете и полностью автоматизируете вашу зону. Также очень важно, что эта автоматизация легко и просто переносится на ваш дом, да, докупается к дому просто сервер, да, и уже включаются, как бы, соответственно, коннектятся все функции, которые вы хотели доконнектить и автоматизировать, и это все дело у нас, как бы, коннектится и Wellness, естественно, и дом на одном и этом же приложении, да, то есть вам не нужно никаких кучу девайсов, все это в одном можно, как бы, комфортно сделать. Аня, несколько вопросов. Скажи, пожалуйста, вопрос первый. На русском языке есть эта история или нет, или только на немецком английском? Сейчас я спрашу, потому что на русском языке есть это не еще, но это в пленах, да, или нет? Да, мы уже на немецком английском, на немецком английском. На данный момент это только на немецком, потому что вот эти четыре года, Как раз это все тестировалось и делалось в основном в Германии, в Швейцарии, в Австрии, то есть в немецкоговорящих странах. Но в процессе идет английский и другие, конечно, языки, и я думаю, что русский там тоже будет. Так, понятно, хорошо. Сейчас я подумаю, еще какие вопросы, потому что, ну, на самом деле, очень интересно. И скажи, пожалуйста, вот этот насос, он только у вас есть или в линейке производителя тоже, с которым вы работаете? Эти пумпы, да, потому что эти пумпы, да, это только для нас, для нас или для продавцов? Что это значит? Да, это только для нас или для продавцов? Ну, ну, мы, в принципе, эксклюзивные средства для продавцов этой пумпы. У нас, этот насос был разработан, скажем так, по нашим желаниям, именно по этой системе. Как я говорила, эта компания работает с нами, да, на уровне joint venture, да, то есть мы производим пластиковые части для них, а не все остальное. И чтобы как бы оснастить вот этот iConnect и Luxon, да, у нас была вот, собственно говоря, вот эта вот тема, что они под нас делали, да, то есть у нас как бы эксклюзивные права на его продажу. Ну, супер. Еще хотел спросить, я видел на сайте Luxon такой бортовой элемент, на котором были сенсорные кнопки. И девочка из бассейна нажимала там три кнопки. Как это вообще работает? Презентации этого не было. Я даже не понимаю, честно говоря, о чем ты говоришь. Задай вопрос технику, он поймет. Там такие волны разные. Но там на борту бассейна один из копинговых камней. На нем прямо три кнопки выбито специально, то есть такими волнышками. И такая девочка нажимает на вот эти кнопочки. Он на лукцион-кландии, да, на лукцион-кландии, где-то на лукцион-кландии. есть интеграционные кнопки, и она закручивает это и делает что-то. Что это значит? Не знаю. Мы не знаем, что это значит. Это так, что иконнект имеет эти вещи, которые мы сейчас представили. Локсон может быть очень много, но мы связаны с этими компонентами и Локсон-партнер может быть очень много. Наше сотрудничество с Люксоном это вот то, что мы вам сейчас рассказали. Люксон, конечно, может намного больше, потому что у них намного больше. Возможно, это какая-то их новая разработка, но мы, к сожалению, не знаем. Ну, я тоже так подумал, потому что это прямо из последнего семинара. Секундочку, скажи. Да, да, а еще? Я думаю, я думаю, что есть шалтер, который можно под стейн монтировать или под стейн, это специально. Это специально. Он говорит, он думает, что это, скорее всего, просто вот эти вот кнопки, да, панели, где ты можешь включить там душ или еще что-то, да, вот какие-то аттракционы, да, определенные из бассейна, скорее всего. Но это не с нами, да, то есть мы как бы не продаем и, в принципе, даже не в теме. Вот к нашей системе это не относится, грубо говоря, да. Вот я вижу еще вопрос от Владимира. Есть ли возможность настройки и управления системой из технологического помещения без использования доступа через интернет? Если мы это имя иконнект, то есть мы можем использовать все, как мы хотим, и обеспечить технику, без телефона или аппарата. Ребята, отключите микрофоны, пожалуйста, микрофоны включены. Вера, Александр, пожалуйста. Я вам скажу, Владимир, что смысла нету, потому что эта система настроена именно на телефон, да, то есть как бы как раз вот хайлайт, вот это всего, это приложение и телефон. Таких, вот как вы говорите, таких на самом деле очень-очень много разных систем, которые делают и подключаются из технических приложений, ой, из технических комнат, извините. Поэтому нет, вот как бы у нас основная фишка это телефон и это приложение. Борис спрашивает. Вануал Люксон, умный бассейн. Есть? Есть, конечно. Через плату расширения протокола Modbus к Люксон подключить другое оборудование. Управлять додержащие возможности. Давайте. Через плату расширения. Да. Да. 485 von Modbus. Kann man zu Люксон auch andere Produkte dazu schließen? Можно. Первый вопрос. Значит, Manual есть, через протокол RS-485 можно другое оборудование подключить. PH, R-X и Chlor-Луксон контролирует он только это или контролирует он auch другие Веры? ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 думаю еще, что это связано с тем, что они пока собирают опыт и ошибки перед тем, как масштабироваться в миллионы устройств, в миллионы бассейнов в одной только Америке и в той же Австралии. Сколько таких устройств можно продать? Миллионы. Я думаю, что они пока собирают ошибки и смотрят, как это все будет эксплуатироваться, потому что ошибка в Австрии это одно, а ошибка в Австралии это совершенно другое. Это точно. Дальше идем. Антон спрашивает. Как организуется доступ к системе снаружи из интернет? Нужен внешне фиксированная IP для мини-сервер. Брошет ли man extra IP для мини-сервера? Или как работает это все с интернетом? Да, это мини-сервер в своем ВЛА-нетвере. И это в своем АП-адресе. Игорь Рубец, пожалуйста, выключи микрофон. Спасибо. Антон, да, действительно нужен внешне фиксированный IP для мини-сервера. Отключи микрофон, пожалуйста. Игорь Рубец. Сейчас попробую. Я отключила уже все. Или тебя? А я Сашу отключила. Ты рядом был с ним. Подожди, где у тебя его? Все. Сейчас есть. Нет? Все, отлично. Так, оборудование электролиза. Должно ли быть специально прописано быть под люксон? Насколько я знаю, нет. Но я спрошу еще у нашего Техника. Ди луксон, луксон электролиза, электролиза, золи irgendwехи специальные программы хранят для люксон или нет. Можно просто включить. Ди луксон электролиза есть фикс-фикс-фикс-процентр программирование и можно установить все вещества вещества, которые мы уже предоставили, потому что ничего не нужна. Нет, ничего не нужна. Специально, отдельно ничего не нужна. Это так, что, что, как мы это программировали, только с нашей Сальзанлайкой функционирует. То есть, ты можешь какую-то Сальзанлайку и потом irgendwie anschließt, dann коммунитет das nicht. Но, но, Александр, к вашему вопросу, работают только с нашими электролизами, потому что наши электролизы спрограммированы под эту систему. То есть, вот, наверное, да, оборудование специально прописано, наверное, да, специально прописано под люксон. Соответственно, все наши электролизы, любые подходят, кроме, вот, как бы, откуда другие какие-то электролизы. То есть, все продукты, которые мы с вами сегодня просмотрели, выучили, они все прописаны, программированы под систему люксон. Вы можете, если захотите, брать другие продукты, но тогда их надо будет перепрограммировать, и это возможно, но их надо будет перепрограммировать под люксон. Борис пишет, спасибо, понял, мануал люксон, умный бассейн. Можете скинуть в этот чат. В этот чат я не смогу скинуть его так быстро, да, напишите, пожалуйста, либо Александру, либо мне, мы вам вышлем тогда. Чтобы подключить какое-то дополнительное оборудование, нужно еще зарабатывать приложение, а это может делать только люксон. А, damit sie andere продукты дазу шлиссен кюннен, brauchen sie dann diese программирование, да, новая, практич. Велико и другие продукты? Мы еще не знаем. А, если что-то иное сделано, то, то, что луксон-партнер делает. Муксон, да, через, да. Мы имеем здесь в этом, который это в но все, что außerhalb dieser конфигурации есть, muss von einem антис антис пока вопросов у нас больше нет. Саш, что еще скажешь? Очень интересная система, интересно теперь получить все, не знаю, по каталоге 2021, который ты мне отправляла, там все вот эти датчики есть, или нет? есть, да, там все есть, на сайте много очень информации. То есть я смогу там составить полную стоимость, потому что даже по вот этому насосу мне надо перепроверить информацию, есть ли он у меня в каталоге. Есть, все есть, все есть, в каталоге все есть, если что, пишите, как бы я все проконсультирую, да, мы можем сделать, и какие-то вопросы, видите, вот у нас сейчас получается один такой хэндикэп, это язык, да, вот, система потрясающая, действительно потрясающая, но и с языком вот надо будут, действительно, они будут наверняка выходить и на Австралию, и на Америку, как ты говоришь, это суперпродукт для Америки, а Австралия не нужна английская, но это все остальное все остальное. Время, время просто, да, видимо, они еще тоже не справляются с этим. Ну, понятно, для пионеров, для ценителей техники. Да. Аня, я думаю, что пока, наверное, все, пока хватит, вот, потому что информации много, нужно ее переварить, сейчас спокойно понять, сколько это будет стоить в Украине, вся эта история, и на самом деле, а, еще такой момент, когда будет выходить обновление с тем же английским языком и там русскими, ну, другими языками, это все обновляется каким образом? То есть, это все через интернет обновится? или это нужно как-то... да, нет, все через интернет будет обновляться. Хорошо, приложение Luxon, ну, бесплатное, бесплатное, не знаешь? Бесплатное, бесплатное. То есть, его можно скачать, да, и посмотреть вообще, что там? да, 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 насчет скачать, не знаю, может быть, оно только для клиентов, то есть, если ты покупаешь эту систему, сейчас я спрошу, каждый может, даже не клиент, можно скачать, посмотреть, поиграться с ним. Я понял, ну, это очень интересно, да, здорово, что такая система есть, и я думаю, у нее будет большая очень история. Ты же, у тебя же Luxon стоит дома, да? Ты все нам обещаешь показать свой бассейн? Да, На телефоне поиграться с ним, все никак не исполнишь. Слушай, сегодня мне будут ставить электролиз, я могу, кстати, в Инстаграме пустить прямой эфир, но у меня такой жуткий бассейн грязный, что я страшно его показывать, но я, кстати, ради прикола сделаю, давайте. Сегодня вот, когда мне приедет Ханс в 5 часов по моему времени, да, будет устанавливать электролиз у меня. Вот, можем пустить, кстати, прямой эфир сделать. Я не знаю, я не думаю, что Ханс будет рад прямому эфиру, вот поверь мне. он нормально, нормально ко всему относится. Я понял, но пару фотографий мы будем очень рады увидеть в телеграм-канале Бассейновый рынок. от тебя. Пожалуйста, скинь парочку, и вот это будет интересно. Я поставлю прямой эфир у себя, у меня инстаграм, Академия Бассейнов, вот это вот, да, и может быть, тебя как-то можно подключить, можно сделать как-то двойной прямой эфир? Можно, можно, да. Мы с тобой поговорим, как это технически сделать. У нас вопрос на немецком. Бинго, я в Найн Фагов в Дойч, фон Вигинтас. Вигинтас, вы наверно из Балтики, очень приятно. So, биттешен, мои Херин. Мы не знаем, что русские. Это из Балтики. So, биттешен. Это Миндестгальт фэнс-электролюсер-канал. Миндестгальт за 4 грамм. Миндестгальт на 4 грамм. Я могу переводить, я для других все равно буду переводить. Так что я уже расслабилась. 4 грамм. 4 грамма минимально на литр, какой минимальный, спрашивают, какой минимальной соли у нас составляющей в электролизе. 4 грамма на литр. И сколько граммов хлора производит электролиз в час? 5 грамм фресклора производит. Это можно не сказать. Это неудачно больше в герет и в воде. Так на скидку сказать нельзя, потому что это зависит от оборудования, которое вы берете, и на количество соли и бассейна. Это надо рассчитывать. Мы имеем 25 кубиков, 50 кубиков, 75 кубиков. И в зависимости нужно это правильное и производит различные оборудования. 25 кубиков, 75 кубиков на бассейне. Соответственно, от этого зависит производство. Надеюсь, ответили. Ну что, друзья, тогда мы потихонечку прощаемся. Я благодарю вас за внимание, за то, что вы так внимательно слушали. Благодарю, что вы были с нами. Будут вопросы, пишите мне, Александру. Задавайте, буду очень рада ответить. Если я не смогу ответить, у меня есть ребята, которые мне помогают. Сегодня попробуем войти все-таки в прямой эфир в Инстаграме. Вот, если что, Саша сбросит, мы сейчас с ним сконнектимся, он сбросит вам информацию. Вот, а вам замечательного сезона, побольше продаж и что все было чики-пуки, шикарное лето. И мы ждем ваши заказы, да, через Сашу, через наших российских партнеров. И, соответственно, будем рады любым вашему какому-то фидбэку или информации. Я вас благодарю. Спасибо ребятам. Все, Анечка, спасибо, спасибо. Пока, пока, пока. И мы на связи. Пока. Все.